Я был всегда Я был Я есть Я дух Я Бог Долгий, близкий путь Кто? Я? Рано или поздно этот вопрос задает себе каждый Гулким глубоким эхом он раздается в вечности, будоража умы и пробуждая истинное, потаенное и спящее внутри нас Я Ты — то, что ты знаешь, то, во что веришь То, как показываешь себя миру Но ты ли это на самом деле? Приходя в мир из утробы матери, мы постепенно начинаем постигать его азы, правила и догмы Окружающая нас действительность формирует наши знания и воззрения о природе тех или иных вещей Морали, принятых в социуме манер поведения Все вокруг учит нас, и будучи прилежными учениками, мы впитываем те знания, которые были до нас Через призму восприятия формируется наша личность Наслаиваясь друг на друга, наши переживания, страхи, победы и желания создают уникальный набор качеств, из которых мы состоим Устоявшееся мнение о правильном и неправильном, о приемлемом или нет, делает нас той личностью, которую каждый из нас знает, которую видит в отражении зеркала Я то, что знаю Я то, во что верю Я то, что я делаю Я инженер Актриса Бизнесмен Мать Политик Большинство из нас воспринимают себя именно так, останавливаясь и переставая искать ответ на главный вопрос Кто же я на самом деле? Этот вопрос доставляет беспокойство уму, в котором все разложено по полкам Уму, который создал для себя комфортные рамки заблуждений и не желает выходить за них, предпочитая неведение Истина может быть болезненно для ума Ведь, начиная искать ответ, ты волей-неволей рушишь рамки созданной тобой же иллюзии Истина недалека, но в мире есть лишь немногие счастливцы, жаждущие ее Она близко, но ее тяжело, трудно достичь Ее трудно достичь не из-за самой ее природы Но благодаря нашему вкладу во всевозможную ложь Раджиниш Пхагаван Шри Ошо Мозг человека не знает покоя Этот орган работает всегда, даже во время сна Что бы мы ни делали, наш мозг собирает, анализирует, отфильтровывает информацию Управляет процессами, протекающими в организме Формирует эмоциональный фон, вырабатывает гормоны По своему химическому составу он на 78% состоит из воды На 15% из жира Остальное это белки, гидроткалия и соль При этом во всей Вселенной нет ничего более сложного, чем человеческий мозг В нем более 120 миллиардов нейронов И у каждого до 50 тысяч связей с другими частями мозга Квадриллион связей и больше 5,5 петабайт информации К примеру, 1 петабайт равен 500 миллиардам страниц текста формата А4 По производительности все компьютеры мира сравнимы лишь с одним человеческим мозгом Мозг не просто нейронная сеть Это сеть сетей Нынешние исследователи все больше склоняются к мнению о том Что мозг это своего рода существо в существе Которое живет и действует внутри нас по своим неизвестным нам законам Только мозг не является тем самым я, к которому ты постоянно обращаешься Это орган физического тела, как и все остальные органы В одной из своих работ нейролингвист, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская говорила Мозг в результате эволюции или волей судьбы оказался у нас в черепной коробке И в этом смысле мы можем, если хотим, называть его мой Но загвоздка в том, что он сопоставимо более мощный, чем мы с вами Это парадокс человеческой природы и природы вообще Власти над мозгом мы не имеем Он принимает решение сам И это ставит нас в очень щекотливое положение Но у ума есть одна уловка Мозг все решения принимает сам Вообще все делает сам Но посылает человеку сигнал Ты, мол, не волнуйся, это все ты сделал Это твое решение было Таким образом поддерживается иллюзия привычной я личности Действительно пугающая мысль А кто на самом деле в доме хозяин? Хотелось бы знать, кто это существо, принимающее решение? Про подсознание вообще никто ничего не знает Лучше эту тему сразу закрыть Нам надо знать, что вообще у нас в голове такое находится Что за монстр там сидит, который определяет Что нам делать и как нам жить При этом не ставя нас в известность о своих решениях Кто владелец ситуации? Человек или он? Наш мозг полноправный хозяин нашего тела и нашего ума Мы слышим, видим, чувствуем, осознаем благодаря ему Этот господин не терпит возражений и наказывает за ослушание Говоря аллегорически, можно назвать мозг Богом А наш ум его пророком Один приказывает, другой беспрекословно выполняет Один главенствует, другой подчиняется Один господин, другой его раб Таков закон контроля, существующий уже много тысячелетий Принцип пастыря и паствы Где паства, наш человеческий ум Сотканы из памяти, эмоций, знаний, заблуждений Всего того, за что мы привыкли цепляться Что привыкли ценить Что делает нас самоидентичными личностями Людьми Фокус заключается в том, что мы не один человек А много людей в одном И самый точный способ думать о себе Заключается в том, что мы существуем Как широкий набор потенциальных возможностей А не как узкий набор черт Конкретная черта, которую мы проявляем В любой момент времени Зависит от обстоятельств В которых мы находимся Это означает Что мы не можем познать себя До какого-либо значимого уровня конкретности Мы можем познать себя Только на относительно абстрактном И неопределенном уровне Как набор возможностей Ум имеет свои пределы Особенно, когда речь заходит О самоисследовании Альтернативой является Выход за пределы ума Почти все духовные традиции Включают практику безмолвия Другими словами Важно исследование пространства Без мысли Подобные опыты приводили Многих духовных исследователей К осознанию божественного Но, увы, для подавляющего большинства людей Эти практики остаются загадкой В своих книгах Карлос Кастанеда описывает Остановку внутреннего диалога Как врата в новую реальность Знаменитый персонаж в его книгах Дон Хуан Матус Который был магом и нагвалем Обучал Кастанеду около 13 лет На протяжении всего обучения Он постоянно повторял Что самое важное в жизни мага Начинается после остановки Внутреннего диалога Каждый ученик проходил Множество практик для того Чтобы остановить мысли И осознать себя Светящимся существом Идея состоит в том Чтобы отключить ум таким образом Чтобы мы могли познать Реальность такой Какая она есть То есть воспринять ее Без фильтра ума Который является Описанием реальности Но как это сделать? В то время Как Запад пытался приблизиться к Богу Через молитвы, аскезу И духовные упражнения Восток шел по пути Религиозно-философского учения Дхармы Как и многие азиатские религии Буддизм не так легко подпадает Не под одну категорию Это и философия И религия Отчасти причина этой путаницы Заключается в том, что люди на Западе Имеют тенденцию воображать Что другие религии Будут выглядеть более или менее похожими На христианство По своей структуре Ранние исследователи Изучавшие буддизм Искали его святую книгу Его пророков Его храмы Священников Бога Но буддизм Не имеет этого Для одних людей Буддизм Это просто философия Или образ жизни Для других Социальная система Больше похожая На традиционную Западную религию В некоторых религиях Источником человеческих страданий Является грех В буддизме Нет греха Коренной причиной Человеческих страданий Является Овидия Невежество Буддийская философия Чрезвычайно тонка И сложна Она является Результатом Тысячелетних Исследований И размышлений Буддийских монахов По всему миру Основные идеи Однако Суммируются В четырех Благородных истинах Жизнь Это страдание Страдание Вызвано желанием Есть способ Положить Конец Страданием Путь К прекращению Страданий Лежит Через мудрость Этическое Поведение И медитацию В этом фильме Мы осознанно Опираемся На буддизм Потому что Основной практикой Там является Медитация Созерцательный ум Пытаясь вернуться К божественности Постоянно Тянется К чувствам И восприятию Жизненных потоков Если энергия Будет направлена На то Чтобы обратить Свой поток чувств Внутрь Она откроет Нашему сознанию Другой мир Мир не материи А духа Раджниш Пхагаван Шри Ошо Последователи Буддизма Идут к духовности Путем медитации Через длительное созерцание И концентрацию Происходит Остановка Мыслей в уме Медитация Это не молитва Там нет Просящего И дарителя Нет Диалога Принципиальное Различие Западной И восточных Традиций В том Что последнее Не является Сборником Догматических Правил Буддизм Не религия А учение Цель которого Духовное Пробуждение И полное Освобождение От Я Концепта Серафим Серафим Саровский Один из самых Почитаемых Православных Святых Называл целью Христианина Стижание Духа Святого Накопление Благодати Которую Можно получить Через молитвы Аскезу Проявление Добродетели Это путь Через Отречение От Понимания Ведь Свойство Пытливого Ума Еще Не так Давно Признавалось Церковью Порочным Буддизм Напротив Призывает К Взращиванию Добродетели Через Понимание И Медитации Последнее Играет Ключевую Роль На Пути Духовного Пробуждения Современная Академическая Наука Не признает Медитацию Как реально Существующий Предмет Для изучения Но с каждым Годом Все больше И больше Ученых Нейробиологов Публикуют Свои Исследования В этой Области Хотя Практика Медитации Связана С ощущением Умиротворенности И физической Релаксации Практикующие Уже давно Утверждают Что медитация Также обеспечивает Когнитивные И психологические Преимущества Которые Сохраняются В течение Всего дня Говорит Автор Исследования Сара Лазар Преподаватель Гарвардской Медицинской Школы В области Психологии Исследования Группы Лазар Обнаружили Структурные Различия Между мозгом Опытных Практикующих Медитацию И лиц Без Истории Медитации Наблюдая Утолщение Коры головного Мозга В областях Связанных С вниманием И эмоциональной Интеграцией Исследователи Из Ельского Университета Отмечают Что медитация Может выступать Как эффективное Профилактическое Средство Целого ряда Психоневрологических Расстройств Очень интересно Видеть Пластичность Мозга И то Что практикуя Медитацию Мы можем Играть активную Роль в изменении Мозга И даже повысить Наше благосостояние И качество жизни Говорит Брита Хельцер Научный сотрудник Гессенского Университета В Германии Исследования В различных Группах Пациентов Показали Что медитация Поможет Осознать Различные Симптомы И мы Сейчас исследуем Основные Механизмы В головном Мозге Которые Способствуют Этому Изменению Доктор Медицинских Наук Практикующий Психиатр И психолог Ребекка Глединг Рассказывает О том Что ученые Используя Электроэнцефалографию Функционально-магнитивно-резонансную Томографию И другие Инновационные Технологии Сумели узнать Какие Процессы Происходят В нашем Мозге Когда мы Медитируем Во время Медитации Наш мозг Начинает Менее Активно Обрабатывать Получаемую Извне Информацию Бета-волны Которые Свидетельствуют О том Что головной Мозг Занимается Обработкой Информации Существенно Уменьшаются Количество Бета-волн Во время Медитации Уменьшается Не только У людей Которые Давно Знакомы С медитацией И активно Практикуют Ее Но и У новичков Никогда Ранее Не пробовавших Медитировать Новичкам Хватает Одного 25-минутного Медитативного Сеанса Чтобы Активность Бета-волн Снизилась А их Мозг Начал Менее Активно Обрабатывать Информацию Количество Бета-волн Резко Снижается Во время И после Медитации Теперь Детально Разберемся В том Что происходит Во время Медитации В каждой Части Головного Мозга Лобная Доля Является Наиболее Развитой Частью Нашего Мозга Она Отвечает За эмоции Самосознание Планирование И рассуждение Во время Медитации Лобная Доля Отключается Теменная Доля Обрабатывает Сенсорную Информацию Об окружающем Мире Благодаря Чему Мы можем Свободно Ориентироваться Во времени И пространстве Также Во время Медитации Активность В теменной Доле Нашего Мозга Значительно Снижается Благодаря Затылочной Доле Которая Принимает Перерабатывает И хранит Информацию О разнообразии Видимого Нам Внешнего Мира Мы Запоминаем Цвет И форму Предметов Мимику Жесты Индивидуальные Черты Лица Того Или Иного Человека Во время Медитации Затылочная Доля Тоже Проявляет Тенденцию К Отключению Таламус Контролирует Наши Органы Чувств Он Направляя Определенные Сенсорные Данные Вглубь Нашего Мозга И останавливая На их пути Другие Сигналы Позволяет Фокусировать Наше Внимание Если Сравнивать Поток Информации Который Приходится Обрабатывать Нашему Таламусу С бурлящей Рекой То Во время Медитации Эта река Превращается В небольшой Ручеек В итоге Происходит Остановка Мыслей И замедление Физических Процессов Головного Мозга Далее Начинается Самое Интересное Как раз О чем писал Кастанеда И то Что постигают Буддийские Монахи При длительных Медитациях Выключается Я-активность И снимается Завеса Описания Мира Которая Поддерживалась Непрерывным Потоком Мыслей Осознание Себя Как Личности Меняется На осознание Себя Единым Целым Это Называют Естественным Расширением Сознания Нейронные Сети Изменяют Режим Работы Мозг Перестраивается На восприятие Реальности Минуя Органы Чувств Практику Медитации Можно начать С дыхания Базовой функции Любого живого Биологического Вида На этой планете Посредством Дыхательных Упражнений И работы С чакрами Энергетическими Центрами Расположенными В теле Йоги Вырабатывают Особую Энергию Необходимую Для выхода В расширенное Состояние Сознания Чакра Создает Энергетический Вихрь Закручивающий Поток По часовой Стрелке Энергия Распределяется По цветам И оттенкам Есть нисходящий Поток Белой Духовной Энергии Он входит В область Макушки И преломляясь В каждой Чакре Проходит Вниз Формируя Свой Уникальный Цвет Есть Восходящий Поток Энергии Это Темная Материальная Энергия Которая Поглощает Светлую Таким Образом Два Потока Энергии Проходя По центральному Каналу В теле Питают Чакры Подкручивая Каждую По часовой Стрелке Считается Что высшим Уровнем Мастерства Является Осознание Движения Потоков Энергии В теле А впоследствии Управление Этими Потоками Чакры Чакры Падать Падать И человек Думает Только Выживание Обеспечение Базовых Потребностей Чакры Имеют Определенную Структуру И сакральный Смысл В буддизме Индуизме И ведических Культурах Если мы Сравним Чакральную Структуру С популярной Пирамидой Потребности Маслоу То Обнаружим Точное Сходство В наши Дни Многие Говорят Об энергетической Психологии Энергия Это интерфейс Между разумом И физическим Телом Подобно Электричеству Которое Соединяет Программное Обеспечение С оборудованием Энергия Соединяет Наш разум С нашим Телом Мы не Можем Отрицать Наличие Энергии И процессов Связанных С ней На сегодняшний День Мы зашли Слишком Далеко В экспериментах И метафизических Исследованиях На эту тему На данный момент Раскрыто Множество Древних Знаний И мастеров Которые Указывают На очевидные Энергетические Факты И вытворяют Такие вещи Которые Сложно Поддаются Описанию Например Левитация Передача Образов И состояний На расстоянии Чакры Это Организационные Центры Которые Принимают Усваивают Накапливают И передают Энергию Жизненной силы На каждом Из своих Соответствующих Уровней Земле Воде Огне Воздухе Звуки Свете И мысли Вместе Семь чакр Дают глубокую Формулу Целостности Которая Соединяет Ум Тело И дух Первая Чакра Расположена В области Половой Промежности Йоги Назвали ее Мулатхара Чакра Она Вырабатывает Первоначальную Жизненную Энергию Которая Питает Тело И клетки Отвечает За выживание И физическое Здоровье Дает Энергетическую Основу Связано С надпочечниками Когда Мулатхара Блокируется Появляются Болезни Физического Тела Вторая Чакра Сватхистана Расположена В области Лобка Вырабатывает Сексуальную Энергию И отвечает За репродуктивную Функцию Дает Возможность Наслаждаться Связано С половыми Железами Когда Блокируется Сватхистана Прекращается Половое Влечение И теряется Вкус К жизни Третья Чакра Манипура Связана С поджелудочной Железой Родовая Связь И социальные Энергии Желтого Цвета Это одна Из всех Чакр Которая Может иметь Разное Расположение В теле Базовое Расположение Область Пуповины Если Человек Живет Мирской Жизнью И не имеет Широкого Признания Обществом А только Связь С родственниками Солнечное Сплетение Связь С миром Людей Если Личность Популярная Чем Более Популярна Личность Тем Ближе Манипура К Солнечному Сплетению Сильная Манипура Доминанта В социуме Слабая Манипура Неэффективность Неэффективность В карьере И социальном мире Четвертая Чакра Анахата Энергия Любви Связана С вилочковой Железой Олицетворяет Любовь К себе И миру Одна Из важнейших Чакр Для духовной Реализации Все Высшие Учителя Йоги Святые Верховные Шаманы Шли Путем Любви И Милосердия Анахата Создает Энергию Любви В нашем Сознании И теле Расположена В области Сердца Имеет Энергетический Оттенок Зеленого Цвета Пятая Чакра Вишутха Связана С щитовидной Железой А сама Чакра Расположена В самом центре Горла И генерирует Энергию Голубого Цвета Благодаря Вишутхе Мы можем Общаться Создавать Коммуникации Договариваться И творить Чем более Личность Творческая Тем более Развита Вишутха Именно Вишутха Создает Энергетическую Связь Головы И тела Сознание И подсознание Личностью И Обществом Харизма Отличительная Черта Человека У которого Хорошо Работает Вишутха Если Есть блок В этой Чакре То теряются Коммуникативные Навыки И творческий Подход Шестая Чакра Аджна Фиолетовый Оттенок Энергии Находится В межбровной Зоне Ее Центр В шишковидной Железе Это Центр Воли Блок Управления Сознанием Идеологический Аспект Каждого Человека Мысль Материально Это Правильная Работа Аджна Чакры Способность Материализовать Мысли И Предвидеть События Именно Через Аджна Чакру Происходит Вход В состояние Самадхи И Расширение Сознания За пределы Физического Тела Седьмая Чакра Сахасрара Белая Энергия Находится В области Макушки И Также Связана С шишковидной Железой В головном Мозге Через Макушку Входит Высшая Духовная Энергия И По мере Прохождения По чакрам Вниз Эта Энергия Преломляется На цвета Создавая Вихри В чакрах Основным наследием Будды Является Випассана Осознанное решение Отказаться От всех Видов Коммуникаций Разговоров Привычных Мирских Действий На 10 дней В течение Которых Происходит Постоянная Медитация На Випассане Эго-структуре Остается Мало Шансов На Выживание В какой-то Момент Ум Полностью Прекращает Свою Активность Это Не теоретическая А практическая Часть Буддизма Которая Может Привести К состоянию Самадхи Или Временному Состоянию Сатари В наше Время Возможность Входить В это Состояние Становится Более Доступной Запад Перенял Учение Востока И систематизировал Его Доработал И дополнил Деталями Все больше И больше Практиков Учатся Входить В это Состояние И пребывают В нем Они Делятся Своим Опытом И переживаниями Популяризируя Буддизм И привлекая К этой теме Внимание У некоторых Мастеров Медитация Может Продолжаться Несколько Часов Или дней Неподготовленный Человек Побывавший В такой Медитации Может Забыть Своё Имя Возраст Не сможет Говорить Думать Осознавать Себя Человеком Поэтому Очень важно Говорят Мастера Развивать Такие Навыки С опытным Учителем Или Проводником Самостоятельно Постичь Самадхи Крайне Сложно Вы можете Потратить 20 лет На медитации Но так И не Войдете В это Состояние Потому Что Это Даже Не Состояние А Осознавание Интенсивного Процесса В теле При помощи Техник Энергодыхания Тоже не Войдете В Самадхи Это Относится И к остальным Техникам Випассанам Смотрением На точку И всяким Различным Духовным Усилиям С вашей стороны Дело В том Что В Самадхи Входить Некому Люди Идут По пути Духовного Развития Жадно Исполняя Все упражнения Наставления И это Перекрывает Возможность Потому что Есть Тот Который Делает Попытки Входа Туда Где Не может Существовать Делателя Но Может быть Такое Что Внезапно Накроет Без Каких Либо Практик И усилий Это Спонтанное Осознание Самадхи Оно Может Длиться Недолго Но Это Ни с чем Не спутать После Спонтанного Пробуждения Начинаются Попытки Повторить Это Снова И Снова Но Безуспешно Все Практики Будут Давать Совсем Не Самадхи Так Можно Искать Всю Жизнь Но Тоже Будут Спонтанные Вспышки Сознания Это Тоже Не То Это Длинный Путь Очень Длинный Но Есть Короткий Путь Через Того Человека Который Постиг И Находится В Самадхи Это Могут Быть Монахи В Тибете Или В Индии Или Еще Где-то Там Далеко Именно За Этим Люди Едут Туда Чтобы С ними Что-то Произошло И Все Изменилось Раз И Навсегда Именно Поэтому Популярны Сатсанги И часто Звучит Фраза Живого Присутствия В поле Мастера Если Удастся Встретить Такого Человека И он Соизволит Заниматься С тобой Индивидуально Это Великая Удача В этой Жизни Не все Могут Получить Подарок В виде Личного Доведения До Самадхи Для Большинства Людей Это Будет Шоу На Сатсанге Сказка О силе Или Вовсе Пустое Слово Потому Как Измерить Ничем Невозможно Осознание Себя В Самадхи Происходит Только На Уровне Конкретных Ощущений В Теле Хаотично Скачущий Ум Затихает После Остановки Ума Внимание Обращается Внутрь И Восприятие Внешнего Мира Происходит Через Глубокое Переживание Процесса Медитации Теряется Счет Времени И Границы Тела Исчезают Остается Переживание Вечного Блаженства Вне Времени И Пространства Это Больше Чем Медитация Даже На Самой Випассане Короткий Путь К Самадхи Через Мастера Возможен Когда Базовые Потребности Полностью Закрыты У тебя Не должно Быть Проблем С Социальным Миром Все Хорошо С Материальным И Все Хорошо Со Здоровьем Задачи Первых Уровней Должны Быть Решены Если Есть Какие-то Проблемы Забудь Про Это Пока Не решишь Задачи Первого Уровня Возможно И такое Когда Ты закроешь Все свои Потребности Тебе Вообще Не захочется В Самадхи Потому Что В этом Сознании Ты потеряешь Все Иллюзии Относительно Материального Мира Тот Персонаж Кто В тебе Желает Приключений Наслаждений Переживает И думает С каждым Входом В состояние Самадхи Будет Растворяться До Полного Исчезновения Любой Вид Медитации За которой Следует Духовный Искатель Имеет Только Одну Цель Ускорить Осуществление Его Стремления К Единению С Бесконечным Это Состояние Единения С Богом Описано Самим Иисусом Христом В Евангелии От Иоанна В главе 10 Стихе 30 Я И Отец Мой Одно Христианские Святые Ранее Описывали Этот Опыт Как Мистический Брак В котором Душа Сливается С Богом И Становится С Ним Единым Целым Хотя Человеческое Сознание Подвержено Относительности И двойственному Опыту Самадхи Это состояние В котором Опыт Целостен Бесконечен И един Считается Что это Состояние Может быть Достигнуто Через Глубокую Медитацию С намерением Войти В Самадхи Которая Не принадлежит Я-персонажу Или С помощью Намерения Проводника Который Постиг Самадхи В этом Состоянии Три аспекта Медитации Медитирующий Акт Медитации Объект Медитации Известный Как Божественная Наконец Объединяются Подобно тому Как волна Тает в море Так и Человеческая Душа Становится Единым Целым С Высшим Духом Это Состояние Не относится К психологии Психоанализу Гипнозу И любым Подобным Манипуляциям Сознания В Самадхи Нет того Кто манипулирует И нет того Чем манипулирует Поэтому Любое Описание Данного Опыта Крайне Ущербно Состояние Пустоты В которой Есть Все Вот наиболее Подходящее Описание Существуют Несколько Видов Самадхи Нирвикальпа Самадхи Многие Духовные Учителя Писали Об этом Высшем Состоянии Сознания Но Оно Остается По существу Неописуемым Хотя Оно Не может Быть Объяснено Оно Может Быть Пережито Это Переживание Сравнивают С духовным Оргазмом И вечным Блаженством Из которого Не хочется Выходить Когда ум Полностью Погружается В истину Он Переживает Состояние Нирвикальпы Блаженства И непрерывного Самопознания Устремленный Теряет Свою Ограниченную Индивидуальность И Обнаруживает Что он Находится С Богом Который Вездесущ Состояние Нирвикальпы Становится Кульминацией Более Ранних Форм Личной И безличной Медитации А не их Продуктом Особенность Нирвикальпа Самадхи Оно Происходит В неподвижной Медитации Когда тело Расслаблено И все Процессы Жизнедеятельности Замедлены И смогли Реализовать Состояние В обычной Жизни То есть Пребывают В Самадхи На ходу Мастер Медитации Который Находится В Сахаджа Самадхи Может жить Мирской Жизнью Быть Среди Людей Такой Человек Структурно Не является Человеком Он Не имеет Я Форму Он В постоянной Медитации 24 часа В сутки И даже Во сне Последний Уровень Самадхи Посмертная Медитация Тукдам Осознанная Смерть Высшие Мастера Входят В смерть Через Медитацию И могут Управлять Временем Жизни Весь процесс Достижения Состояния Самадхи Состоит В постепенном Сокращении И преодолении Работы Индивидуального Ума Или попросту Эго Чтобы испытать Хотя бы Нервикальпо Самадхи Ум Должен быть Полностью Слит И растворен В бесконечном Форма Это Застывшая Энергия Энергия Это Выражение Ума Ум Это Скрытое Зеркало Вечности Или Истины Которая Сбросила Маску Индивидуальности Отбросить Ограничивающий Ум Не так-то Просто Ведь Эго Должно Быть Уничтожено Посредством Самого Ума Самадхи Буквально Означает Направлять Вместе Это Состояние В котором Практикующий Воспринимает Тождество Своей Души Как Духа Это Переживание Божественного Экстаза А так-же Сверхсознательного Восприятия Когда Душа Воспринимает Всю Вселенную Это Состояние Бога Не может Быть Постигнуто Тем Чья Эго Структура Все еще Работает Тем Кто еще Является Кем-то Когда Ограниченный Ум Исчезает В окончательном Единении С Бесконечным Тогда Душа Познает Себя Через Себя А не Через Ум Душа В Самадхе Не нуждается В искусственном Наведении На сознание Бога Посредством Постоянных Внушений Она Слилась Богом И стала Им Тот Кто Пережил Самадхи Утверждается В этом Знании Кто Видел Солнце Не сможет Забыть Его Свет Даже Если Закрыть Глаза Тот Кто Познал Истину Не сможет Принять Ложь Сколько Бы Она Не Стоила В состоянии Невежества Индивидуальная Душа Воспринимает Себя Как Мужчину Или Женщину Получателя Радости Или Страданий Это Естественный Путь Эволюции Души В Материальном Мире Который Привести Ее К Единому Осознанию Бога В Состоянии Самопознания Она Познает Себя Как Душу Которая Никоим Образом Не Ограничена Этими Определениями И Не Затронута Ими Как Но Все Происк Все Из Тебя В Индийских Ведах Есть Рассказы О том Что В Далеком Прошлом Были Духовные Учителя Которые Уходили В Нирвакальпо Самадхи И Не Возвращались Обратно Они Достигали Своего Наивысшего Состояния И Считали Невозможным Вернуться В мир И Жить Среди Людей И Стояние И Стояние 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 И Стояние И Стояние Изобилует Примерами Подобного Пробуждения И Удаления От Мира И В Других Культурных Традициях Ветхозаветные Пророки Жившие В пустыне И Чуравшиеся Элементарных Удобств Древнегреческие Киники Ярчайшим Представителем Которых Был Диоген Синопский Проповедовавший Крайнюю Форму Аскетизма Отцы Пустынники Христианские Монахи Отшельники Жившие В скидской Пустыне Ваде Эльнатрум И Многие Другие Ищущие Духовного Обновления Люди Живущие На разных Концах Земли Использовали Разные Системы И Подходы Практики Упражнения Молитвы И Медитации Приводящие Несмотря на Свою Разность К Одному Результату В этом Вечном Сверкающем И Живом Потоке Все Они Находили То К чему Шли Разными И зачастую Неисповедимыми Путями Индийское Понятие Крипа Христианская Божественная Благодать Мусульманская Барака Буддистская Самадхи Все это Обозначает Соприкосновение И растворение Ищущего Со всем Что есть Было И будет Со временем Пространством Природой Вселенной Богом В течение дня В нашем уме Проносятся Тысячи мыслей Только Некоторые Из них Мы осознаем Остальные Просто Повторяются И создают Белый шум В сознании Свойства Нашего ума Таковы Что мы можем Воспринимать Огромные Потоки Информации А осознавать Всего Несколько Процентов Кто Есть Осознающий Кто Смотрит Этот Фильм Этих Вопросов Достаточно Чтобы Начать Путь К Самадхи А в итоге Освободиться От причины Страданий Двойственного Ума Расширение Сознания Это основная Задача Человечества Именно Через него Мы Эволюционируем Никакие Учения Религии Или философские Трактаты Не могут Привести Человека К осознанию Своей Истинной Природы Пока Он сам Не познает Себя До конца Это Трудный И болезненный Путь Но Все Больше Людей По всему Миру Чувствуют В нем Потребность В последние Годы Медитация Стала Для многих Такой же Необходимостью Как Сон Или Общение Сами Практики Связывают Это С повышением Вибраций На нашей Планете Существует Так называемая Частота Шумана Или Резонанс Шумана Это Электромагнитная Частота Земли Которую Еще Называют Сердцебиением Планеты Резонанс Шумана Это Явление Образования Стоячих Электромагнитных Волн Низких И сверх Низких Частот Между Поверхностью Земли И Ионосферой Одна Из Основных Частот Равна 7,8 Герц И Что Интересно Она Точно Совпадает С Частотой Альфа-ритма Человеческого Мозга Частота Шумана Была Настолько Стабильной Долгое Время Что Военные Настраивали По ней Свои Приборы Однако В последние Годы Частота Шумана Начала Возрастать То там То здесь То и дело Просыпаются Вулканы Происходят Землетрясения Наводнения И смерчи С этим Феноменом Многие Исследователи Связывают Геомагнитное Возмущение Планеты Уже Открыто Говоря О том Что планета Совершила Переход В иное Измерение На Квантовом Уровне Масло В огонь Подлили Ученые Которые В 2010 Году Объявили О том Что изменилась Масса Протона Она Заметно Уменьшилась Новые Сверхточные Замеры Массы Протона Показали Что Эта Элементарная Частица Весит Заметно Меньше Чем Раньше Считали Ученые Что Может Пролить Свет На Главную Пропажу Вселенной Подобные Расхождения Могут Указывать На Какие-то Новые Физические Принципы Заявил Питер Мор Постоянный Член Междисциплинарного Комитета Международного Совета По Науке Садата Все Это По мнению Многих Духовных Учителей Свидетельствует О Какой-то Глобальной Перенастройке Не Только Материи Но и Того Что Называется Человеческим Сознанием Люди Начинают Ощущать Потребность В эволюции Духа И Расширении Сознания Это Какой-то Внутренний Механизм Который Задействован И работает Вне Зависимости От Внешних Обстоятельств Возросшая В последние Годы Потребность Самопознания Ставит Перед Человечеством Новые Задачи Которые Уже Не Решаются Традиционными Методами Социальные Религиозные Политические Институты Не Могут Утолить Потребности Возросшего Человеческого Сознания И Тем Более Ответить На Фундаментальные Вопросы Миру Нужна Перезагрузка Нам Всем И Каждому Нужно Найти Ответ На Главный Вопрос Кто Я Кто Смотрит Этот Фильм Кто Переживает Момент Сейчас Тело Ум Сознание Сознание Долгий Близкий Путь Продолжение следует...